здравствуйте дорогие друзья мы приветствуем всех кто в эти минуты присоединяется к нам на канале россия скажу честно что не перестаю удивляться тому в какое интересное время мы с вами живем в эпоху развития информационных технологий вот сегодня об этом мы будем говорить в нашей студии с нашими гостями но прежде я хочу сказать что 8 лет в крочаево-черкесии в нашей республиканской столице работает сериал международной академии развития интеллекта а макит вот что это за учреждение так что надает нашим детям на что направлена работа педагогов нам сегодня расскажут наши гости я с удовольствием вам представляю маргариту фадовну джанай вот тренера по меморике или береги и ученицу этой школы амину байраму кого здравствуйте добрый день большое спасибо прежде всего за то что вы согласились сегодня быть нашей студии быть нашими гостями потому что я предполагаю что разговор будет очень интересный скажу сразу дорогие друзья что мы нашу программу решили разделить на два этапа поэтому в скором времени здесь появится еще одни гости но это все сделано с той цели чтобы вы понимали о чем пойдет сегодня конкретная речь и так маргарита фадовна мы будем говорить сегодня о скорочтении скорочтении и конечно же меморике а это два неразлучных скажем так две программы которые неразлучны работают они в принципе в ногу но конечно скажем так направление чуть-чуть отличаются меморика это развитие памяти это программа которая направлена на систематизацию процессов памяти и конечно же внимание логику и так далее программа у нас знаете у нас уникальная программа в том что наши методисты разработали под каждого ребенка то есть по возрасту для него программа то есть у нас есть младшая группа это детки от 7 до 10 лет а для них она адаптирована и есть детки 10 плюс курс длится для каждого для каждой группы три месяца но младшие детки закончив свой курс так как там нагрузка меньше чем у старшей группы объем информации меньше соответственно и методов запоминания меньше они хотят еще и дальше продолжить соответственно идут в старшую группу когда им исполняется уже десять лет с теми знаниями которые мы уже им дали знаниями и навыками как же проходят эти занятия у нас занятия длится два академических часа соответственно с переменкой детки у нас обязательно отдыхают вот каждое занятие дети получают как минимум один способ запоминания любой информации у нас дети учатся методом запоминания стихов пересказывать списать сочинения формулы как запоминать формула математические для старших для старших групп вообще языки и лексику как запоминать иностранную там есть специальная формула орфография также у нас есть запоминание у старшей группы 50 объектов одноразово то есть 50 слов абсолютно независимых друг от друга 50 чисел 50 картинок образов скажем так младший круг конечно у младшей группы конечно чуть поменьше 25 за этими методами за этими умениями младшая группа стремится в старшую скажем так вот какого возраста вы берете 7 лет младше нет есть одно условие к нам детки на мою программу могут попасть детки которые умеют читать писать и знать цифры это единственное требование которое мы предоставляем деткам которых мы набираем отбору существует существует обязательно потому что детки должны быть ну понимаете в чем дело мы не учим школьным предметом мы учим процессом которые связаны с тем что они уже умеют то есть вот есть база и мы его укрепляем добавляем увеличиваем и так далее и расширяем безгранично а можно сказать что обладая знаниями которые вы даете дети идут немножко на опережение однозначно однозначно могу ответить потому что на наших занятиях дети у нас называется наше место где мы находимся академия развития интеллекта то есть это как я называю для детей метафорично это спортзал для мозга вы пришли заниматься я тренер соответственно я вас учу заниматься и развивать ваш мозг интеллектуальной способности развиваем если проще говоря вот мы гарантируем результат да только в том случае если ребенок выполняет домашнее задание которое приходит на платформу кстати эта платформа есть только у нас в нашем центре у каждого ребенка свой индивидуальный кабинет он заходит выполнять ежедневно там минут 20-30 у кого какое задание выполнять домашку и еще одно условие обязательно не пропускать занятия вот при этих условиях ребенок будет обязательно гарантированно получать результат так вот сидит ребенок заниматься вам агат я вообще не разбираюсь в этом что вы делаете допустим да это на пробных уроках обычно мы выявляем что мне делать как заниматься с ребенком так вот мы постоянно на связи с родителями у нас обязательно есть группы в которых я отправляю видео объясни и объяснялки как мы это делаем как это упражнение а чем мы практикуем либо раз в четыре урока собираем родители для того чтобы разъяснить что мы делали из чего мы начинали как мы это вот чего мы добились на этом этапе и так далее либо каждый урок заканчивается за 15 минут до окончания родители заходят вот особенно с младшими это хорошо потому что им надо рассказать что мы делаем на что обратить внимание то есть точку контроля родителей мы выясняем и зачастую наши детки рассказывают что родители сидят рядом с ними и занимаются вместе с ними на том же уровне то есть на каком-то этапе мама и папа начинают понимать уже в полной зале то чем занимает очень часто поступают предложения когда же набор взрослых будет то есть им тоже нравится и они понимают качество то есть если ребенок маленький еще не понимает что с ним происходит взрослый то оценивает анализирует что это значит и какие результаты результаты будут видны ровно через месяц если стабильно ребенок будет заниматься ну и как еще раз напомню курс длится три месяца это самый короткий курс в нашем центре но он настолько интенсивный что каждое занятие дает свои плоды и так что касается меморики но теперь конечно же наш скоростное чтение которому нет равных я так скажу потому что мы проходили разные конкурсы с достоинством могу сказать что и гордостью что наш центр является лучшим центром для скоростного чтения по результатам по данным вот что вообще такое что мы там делаем это очень интересно узнать у всех есть такой вопрос можно ли при таком при такой скорости чтения вообще что-то понимать что-то улавливать вы же поймите мы же занимаемся этим полгода уже не одним днем это умеем делать во первых сейчас расскажу папа полочкам и берег это вообще программа развитие скорости чтения при понимании той информации который ты получаешь это обязательное условие и понимание не только сохраняется она еще увеличится должно иначе смысла нет того что мы делаем ну для этого во первых у нас что хочу сказать что по меморике что по либерике замечательные учебники я считаю что либер бук который мы используем это кладезь тренажеров для развития интеллекта там собраны очень много упражнений когда страниц это вообще на вес золота скажем так каждое упражнение на в учебнике например каждое упражнение рассчитано на то чтобы мы увеличили зрительное пятно за счет этого мы расширяем свои возможности скажем так видение да ну у каждого свои физиологические с чем приходит ребенок потом мы это растягиваем кроме этого мы должны уцепить ту информацию которая нам необходима допустим если три строчки это три строчки если страница то эта страница и мало того еще надо резкость навести чтобы четко видеть то что что перед тобой и еще удержать это все это все зависит от мышц глаз который мы тренируем ежеразно обязательном порядке да мы читаем страницами и мы не стесняемся это говорить мы гордо это объясняем рассказываем вот и чуть-чуть расскажу почему это же не сразу происходит у нас курс длится на два делится на два блока первый блок это 16 занятий это либерика там мы читаем блочно то есть кусками строчками и так далее а второй этап это фото чтение это когда мы уже сначала четверть страницы потом пол страницы в целую страницу к этому мы идем поэтапно потихонечку первый блок помогает нам перейти из горизонтального чтения в вертикальной то есть мы не читаем как принято это в школе там ну как мы привыкли да это делать мы читаем вертикально соответственно к концу курса мы растягиваем зрительное пятно удерживаем растянутом состоянии четко видим то что там находится и даем хорошие результаты но результат какой именно прочитать текст или запомнить его содержание уметь пересказать перескать то что там написано то есть как это происходит вообще как мы проверяем что ребенок умеет что не умеет берется текст засекается время ребенок методом который нужен допустим если мы прошли этот метод я проверяю причем не знаете как делаю вот новый метод я объясняю смотрю как дети поняли как усвоили этот метод такое некое до после проверяю как они это поняли они неделю прокачивают этот метод через неделю они приходят показывают мне как они прокачали насколько увеличился при предыдущий результат я вот поступал вот так вот хитро скажем так как тренер ну да после это же нормальное явление вот соответственно дети сами видят свои результаты и понимают что да это работает я понимаю что вот тренер вы учитель и вы будете вот говорить о том чем вы занимаетесь вот так вот вдохновленно с энтузиазм да особенно когда ты любишь эту работу знаешь ее и будешь рассказать верно вот мне интересно услышать ваши бывшие ученики которые уже повзрослели которые уже чего-то добились жизни они приходят к вам и рассказывают о том насколько помогла им ваша меморика либерика в их жизни 90 процентов наших деток занимаются самостоятельно подготовки к егэ это могу гарантировать у нас дети сами поступают на бюджет в разные вузы замечательные вузы нашей страны заканчивают одна отлично и так далее они пишут звонят благодарят говорят что-то вроде спасибо за то что я тогда ходил и вы заставляли нас это делать потому что сейчас такой поток информации в студенчестве то какой поток несравнимо со школой соответственно дети уже находят применение быстрее чем остальные дети готовятся каким-то выступлением рефератом там где надо себя проявить где быстро сообразить потому что кроме всего прочего наша прогнаши методистов вообще умнички разработали такую программу где кроме книжки кроме учебника у нас еще платформа на которой мы выполняем ежезанятие вот каждое занятие из разно упражнения на лишь как и как я и говорила развитие интеллекта то есть соображалка быстрее в разы чем у остальных и это ну просто доказанный факт амин давай представим что мы сейчас тобой один на один что педагога рядом нет да и вот мне хочется как говорится с первых уст узнать тебе что дает помогает ты чувствуешь что ты идешь немножко на опережение своих сверстников или в чем-то другом это проявляется конечно помогает улучшается память прям очень хорошо как сказала мой педагог повторить можно несколько раз перед тем как выйти к доске это очень улучшила мою память меня начали вызывать быть ведущими каких-то там школьных мероприятий я очень много вот рассказываю везде участвую это очень помогает на самом деле а твои вот одноклассники почувствовали что ты обладаешь какими-то особенными знаниями ну я в школе и так неплохо училась но сейчас я круглая отличница прям очень хорошо и пересказываю и учу и очень помогает мне это не пожалела что пришла в школу а мой как здорово знаете как говорится слова словами теория теории но сейчас у нас есть возможность показать все это на практике уж не обессуют дружище но и заготовлены текст который ты не видела еще поэтому мы сейчас дорогие друзья мы сейчас поменяем так сказать нашу телевизионную площадочку и вы воочию убедитесь что творят воспитанники этого удивительного образовательного учреждения мы вернемся в эту студию через несколько секунд сейчас моя помощница амина продемонстрирует вам один из методов курса либерики плюс то есть это заключительный метод как на котором мы заканчиваем наше обучение это когда мы читаем на целую страницу то есть одноразово целую страницу захватываем он относится к методам фото чтения соответственно результат покажет сам себя вот сейчас я засеку время когда я скажу приготовились амина настраиваешься открываешь зрительное пятно когда скажу на старт внимание начали я засекаю время ты начинаешь читать как только дочитываешь ты говоришь стоп я нажимаю стоп готова приготовились растягиваем зрительное пятно так чтобы ты ухватила края выцепила информацию удерживая информацию ниже ниже наклонись на старт внимание начали стоп стоп была секунда секунда с копейками убираем текст переворачиваем не подглядываем и не разговариваем берем листочек бумаги с вопросами берем ручку стульчик садимся отвечаем на вопросы на бумаге пока амина работает я объясню есть формула вычисления продуктивности работы мозга наши замечательные методисты вывели его у нас на платформе я могу вручную посчитать есть формула расчета продуктивности детей которые читают ну вообще чтение до одной минуты ну то есть больше чем минута есть формула вычисления когда ребенок читает меньше чем 1 минута и есть конечно же формула когда ребенок считает меньше чем 1 секунда такие случаи у нас тоже были и не один раз вот но в данном случае мы считаем фор по формуле меньше чем 1 минута в секундах и так формула такого берется общее количество слов в тексте сейчас посмотрим сколько она вычитала 1757 слов и так 1757 слов умножается на 60 потому что секунды перевод минуту переводим в секундах а в итоге там мы будем говорить относительно минуты сейчас поймете о чем я говорю эту цифру делим на время за которое она прочитала мы можем взять да как за секунду то есть на 1 и сейчас умножим на количество правильных ответов допустим если она ответит 5 правильных даст правильных ответов это будет 0,5 если 8 то 0,8 если все 10 то на единицу умножим пока ждем и так ребенок готов сверяем и так первый вопрос правильный ответ 32 неверно второй вопрос правильный ответ 22 верно третий вопрос правильный ответ 3 верно четвертый вопрос правильный ответ 13 неверно пятый вопрос правильный ответ 22 верно шестой правильный ответ 21 неверно седьмой правильный правильный ответ? Три. Верно. Восьмой правильный ответ? Два. Четыре. Все ответы верны. Девятый вопрос. Правильный ответ? Один. Два. И десятый? Один. Один. Верно. Посчитай, пожалуйста, количество правильных ответов. Пять правильных ответов. То есть на 0,5 мы умножаем и получаем 52 710. 10 слов в минуту ребенок вычитывает с 50% пониманием, потому что 5 правильных ответов из 10. Мы можем разделить напополам, чтобы понимать, что такое 100%. То есть делим на два. Чистыми мы имеем 26 355 слов в минуту со 100% пониманием ребенок вычитывает. Но теперь я хочу раскрыть такой секрет. Аминочка-то у нас закончила не вчера, она закончила в январе. И практически с ее слов она особо и не практиковала, потому что у нее были другие какие-то дополнительные занятия и так далее. Но навык остается. Это работает. На сегодняшний день сколько прошло времени? Восемь месяцев? Восемь месяцев нет практики и, соответственно, ребенок еще умеет это делать. Умеем, практикуем. Добро пожаловать! Мы продолжаем нашу программу, дорогие друзья. Я с удивлением наблюдала, какие удивительные вещи нам продемонстрировала Амина и ее тренер. Ну а сейчас плавненько, от скорочтения мы перейдем к ментальной арифметике. И я представлю вам еще одни гостей нашей студии. Это Елена Алексеевна Аврахова, тренер по ментальной арифметике, а также Зинхара и Аслан Айбазовы, мама и сын. Спасибо вам большое, что вы нашли время и приехали сегодня к нам в студию для очень интересного разговора. Итак, Елена Алексеевна, ментальная арифметика – это ведь совсем не математика? Это совсем не математика. Это удивительная программа, которую мы даем в своем центре, филиале Центра развития интеллекта Амакитс. Наш Центр развития интеллекта Амакитс дает билет в будущее обычным детям в мир интересных, удивительных людей, которые в своей перспективе надолгую закладывают фундамент в свою счастливую, удачную, успешную жизнь. И все это связано не с обучением чему-то, а с развитием мозга опять же. Причем то, что мы наблюдаем как результат ментальной арифметики, это быстрый устный счет с одновременным подключением параллельных функций мозга, чтения стихотворения, может быть, занятием спорта, какими-то еще подключениями творческими, дает только как бонус. На самом деле это одновременное развитие обоих полушариев мозга. В обычной жизни человек пользуется одним полушарием мозга в любой ситуации. Сначала одним, потом другим. Параллельно это происходит очень редко. И задачи программы ментальной арифметики через три вида памяти, тактильной памяти, смысловой памяти и воображение тоже подключаются. Мы позволяем подключать оба полушария мозга. Таким образом, когда ребенок касается счет сначала, производит какие-то действия, счеты называются абакус. И когда мы производим на них счет, идет информация через пальцы в мозг. Мозг запоминает, воспроизводит картинку. И после этого ребенок уже умеет считать на воображаемых этих счетах. А это все связано с тем, что нейроны быстро фокусируются на информации, подключают творчество и логику. И тогда человек начинает уже считать в несколько раз быстрее. Ну, удивительно, да, что бывает, дети за 2 секунды 10 примеров посчитали, как так происходит. Это тоже происходит не сразу, и все происходит постепенно. Ментальная арифметика у нас функционирует в черкесске уже восьмой год. Так же, как и меморика и скорочтение. Результаты в нашем центре удивительные. Вот сейчас, даже если посмотреть на пример Аслана Айбазова, который 2 года назад закончил ментальную арифметику, а в семье еще есть старшие дети, которые тоже заканчивали ментальную арифметику, параллельно еще меморику и либерику. Еще младшая девочка тоже четвертая, которая пытается тоже включаться в этот процесс. Вся семья у нас на порядок интеллектуально развитая, чем, ну, даже, можно сказать, обычные дети, которые не имеют представления о ментальной арифметике. Поэтому наша цель сейчас нести людям, рассказывать, насколько это полезно, насколько это нужно и родителям, и детям. Дети начинают быстрее учить домашние задания, выполняют феноменальные какие-то, получают феноменальные успехи, выполняют задания в языках, проявляют творчество, проявляются их внутренние способности, которые в них спали. Они даже не знали, что у них какие-то есть способности, они в них проявляются после этого. И когда мы получаем результат быстрого счета, дети сами потом признаются, что им стало легче учиться, они стали более усидчивыми, более рассудительными. Те, которые хотят просто больше знать, они получают информацию гораздо быстрее из тех же учебников домашнего задания или же просто художественных книг. Поэтому ментальная арифметика, сколько бы мы не говорили, что это математика, это счет, научите моего сына считать или дочку, мы не учим считать. Устный счет – это как бонус. При этом этих детей нельзя загнать в трудную ситуацию, они сразу находят из него выход. И в нашем центре проводят занятия всего один раз в неделю. Я думаю, любой семье можно дать возможность, просто хотя бы попробовать, что это такое, но это все-таки труд. Труд домашний, уже через платформу, о которой говорила Маргарита Фуатовна центра МАКИЦ. Мы когда проводим урок в классе, закрепляем тему, даем возможность потом всю неделю в течение 15-20 минут ежедневно проходить счет под определенное количество секунд и под какие-то критерии. Допустим, уровень у нас есть самый простой, есть потом усложнен, но усложнены всего 6 уровней ментальной арифметики. Также между уровнями происходит сдача этого уровня типа контрольной работы. Но контрольная работа – это одно только название, потому что мы оценки за это не ставим. И пока ребенок не достигнет результата, он может несколько раз сдавать эту контрольную работу. Но это при том, что дети, которые не включаются в полную силу, они тоже имеют возможность получить эти результаты, только немножко медленнее. Хочу выделить способности Асланчика, который по 8 раундов делал у нас это максимальное количество в неделю. И таким образом, кто сразу включается в этот процесс, результаты сразу видны. И родители начинают нам высказывать бесконечные положительные отзывы, восторги. Ну это здорово, хочется именно от мамы услышать. Дзенхар, ну, во-первых, вы многодетная мама, респект, вам низкий поклон, спасибо за деток, спасибо за такого прекрасного парня, который, оказывается, как я уже успела узнать, в 5 лет пошел в первый класс. Сегодня ему 10, и он 6 класса. Все верно. Классно. Как вы решились на, ну, наверное, эксперимент такого рода, что вот дети один за одним они у вас прошли обучение в Амакитсе? У меня два старших ребенка, они учатся уже один в Ставрополе на втором курсе, дочка в колледже. И по их стопам пошел, я хочу, вот, он пошел только по их стопам. Вот, что могу сказать, только положительным отзывом. Если дети вначале, да, выполняли домашнее задание, ну вот это, пошлите учить, давайте домашнее задание. Это час, вот это, вы сами понимаете, уроки сделать не так-то просто. Сократилось время, однозначно. С Асланом то же самое. Вот, Аслан, ты сделал уроки. То есть моментально понимание информации, вот что я поняла, информация быстрее до них доходит. Вот, усвояемость уроков тоже, Маша, ну как, очень хорошо. Вот, что могу сказать, только положительные отзывы, вот благодарность, честно. Вот только... То есть ваш эксперимент был не зря. Не зря, абсолютно. Плоды вы уже видите на своих детях и на младших в том числе. Старший, да, старший, отличники тоже, ну, соответственно, это же помогает. Старший поступил в ВУЗ, тоже Елена Алексеевна говорит, поступил сам, да, вот. Без репетиторов, да? Да, без репетиторов. Дочка тоже учится, тоже учится, много способностей открылось, она может и рисует красиво, ну, способности открывались, а вот чуть-чуть. Надо же. Да, это все помогает. Я вот, я рекомендую всем родителям, мамы, мамы, наверное, больше, наверное, будет зайти, отводите детей. В азиатских странах это все уже стоит на потоке. И насколько прогресс и развитие людей показывает результат. Посмотрите, мы если наблюдаем, что-то началось, где-то развивается, у нас не все дети еще знают об этом, не все родители знают об этом. Нужно поднимать нашу экономику, нашу, ну, все, уровень нашей жизни, все нужно поднимать, ну, это никак не может быть без ментальной арифметики. Я не скажу, что кроме нее еще что-то. Она помогает. Она очень помогает, да. Она реально помогает. Развитие мозга, это нужно как детям, так и взрослым. У нас есть еще и взрослые программы, тоже рассчитаны на полгода. Если есть желание, можно организовать и взрослые группы. А в группах дети, мало того, что они общаются друг с другом, идет социальное развитие друг с другом, они еще получают и интеллектуальное развитие. Мало того, что развивается оба полушария мозга, концентрация внимания, память, усидчивость. Как сказала Адин Хара, тоже увеличивается усваиваемость информации. Дети, уже взрослые дети, в 16 лет, вот есть пример тоже, после окончания ментальной арифметики пришла, сказала моя мама, запиши меня на скрипку. Параллельно у ребенка раскрываются какие-то способности, таланты. А это же цвет нашей нации, получается, нужно обязательно поддерживать ментальную арифметику. Хотя и уже более 600 центров открыто у нас по России, но нужно идти в эти центры. Призываю тоже всех. Это работа в долгую. Да, это не сразу происходит, но оно остается на всю жизнь. Хорошие инвестиции, говоря современным языком. Ну, сказать, вот, когда твой ребенок, цифры идут, да, вот, цифры идут, он отжимается, при этом рассказывает стихотворение, и выдаёт правильный ответ. Вот как это происходит? Как это происходит? Прям Юлия Цезарь. Я, я сама, вот, обидела. Асланчик, представь, я не могу двумя руками что-нибудь параллельное делать, а ты такие вот вещи выдаёшь. Ну, расскажи, вот, как говорится, из первых уст, тебе что даёт занятие? Ну, во-первых, я стал где-то в полторы-два раза быстрее делать уроки. Также я, вот, даже когда у меня мама пыталась отобрать телефон, я уже заранее мог придумать, что сделать, спрятать самому телефон или что ещё сделать. Также я могу сказать то, что мне ментальная арифметика помогает очень хорошо в жизни, даже перед ответом к доске. То есть ты успеваешь, уже глянул на задание, ага, тогда буквально какие-то там минутка-полторы, и ты уже готов к ответу. Не, я на либерику не ходил, но вот я хорошо вникаю. Я один раз прочитал, уже могу пойти пересказывать. Нет, вы меня, простите, никак у меня в голове не укладывается, как это может быть, в принципе, вот на практике. Ну, а могу я поинтересоваться на твоих планах на жизнь? Ну, у меня есть несколько вариантов. Стать футболистом, но это вряд ли, потому что у меня плохо с английским. Также есть некоторые варианты, но я пока не знаю, какой из них выбрать. Ну, у тебя еще есть время, правда? А когда-то, вот еще я тоже добавлю, когда еще Аслан ко мне ходил два года назад на занятия, ты говорила, что хочешь быть ученым. И прям штудировал выборки из энциклопедии, а вы знаете, что у динозавров вот это, а вы знаете, что у муравьев вот это, а вы знаете, что вот это, вот это. И такая информация исходила от Аслана, когда он, Асланчик, очень хорошо, приятно узнать от тебя эту информацию, а теперь считаем, а теперь еще считаем. И когда мы уже видим, что ребенок, вот хочется сказать, поделиться тем, что знает, ну, откуда это все? От того, что скорость усвоения информации, но ее не скроешь просто. И она уже в жизни везде. Ну, это очень здорово, но опять-таки мне хочется убедиться, как говорится, воочию в твоих способностях, в твоих знаниях. Поэтому мы сейчас тоже буквально несколько секунд мы вернемся в студию, и ты нам продемонстрируешь, как это у тебя все получается. Хорошо? Хорошо. Друзья, мы продолжим. Через несколько секунд вернемся в эту студию. Сейчас Айбазов Аслан, мой ученик, продемонстрирует свои навыки ментального счета. Перед началом счета хочется еще добавить, что ментальный счет помог Аслану не только в домашних заданиях, в каких-то обычных делах, в общении и в прочих навыках. Аслан еще занял третье место по России в шахматах в своей возрастной категории. И сейчас я выставляю на нашей платформе Амакитс 15 действий двузначные на скорости 1,3 секунды по окончании счета и одновременного чтения стихотворения. Асланом мы получим результат. Сижу за решеткой в темнице сырой, вскормленный в неволе орел молодой. Мой грустный товарищ, махая крылом, кровавую пищу клюет под окном. Клюет и бросает и смотрит в окно, как будто со мною задумало дно. Давит меня взглядом и криком своим и вымолвить хочет. Давай улетим. Мы вольные птицы. Ответ 18. Ответ верный. Молодец. Вот такой интересный добрый вечер получился у нас благодаря нашим гостям. Но не буду я нарушать рекламных законов и призывать вас приходить в школу Амакис. Но тем не менее, вы, наверное, воочию выводились. Как это классно. Делайте выводы, господа, и принимайте правильные решения. С вами была Галина Алиева. Я от души желаю вам всего самого доброго. И оставайтесь на канале России. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова